Сегодня расскажу про все нюансы, которые есть при взбивании молока на домашней бытовой кофемашине. Для этого вам понадобится питчер. Если не знаете, что это такое, посмотрите мои другие выпуски. Там я про это рассказываю. Конечно же, вам понадобится молоко. Если не знаете, какое молоко подобрать, аналогично смотрите, все это на канале есть. Но молоко должно быть охлажденным. Прекрасная температура молока это примерно плюс 8 градусов. То есть 6-8 градусов оптимально. Просто из холодильника достали молоко, но не такое, которое положили туда 5 минут назад. Наливаем правильный объем, а это чуть больше половины питчера. Вот примерно я показываю пальцем, какой объем молока наливать. Некоторых питчеров можно ориентироваться на начало вот этого выступа носика на питчеры. И дальше сейчас самое важное, потому что сейчас мы будем взбивать молоко. Я сейчас в деталях это дело все покажу. Выбираю режим пара и начинаем взбивать. Можно поближе показать. Итак, вначале держим питчер. В эту часть питчера опускаем носик. Слегка опускаем на пару миллиметров в молоко и потом плавно поднимаем. Плавно поднимаем. Молоко постепенно будет нагреваться и вращаться. Обратите внимание, как это происходит. Можно слегка питчер наклонять в свою сторону для того, чтобы это было удобно. Постепенно будет увеличиваться пена. Обращайте внимание, чтобы не было больших пузырьков. Они бывают, если у вас дергает сурака, либо вы совершаете резкие движения. Все движения должны быть плавными. Тогда пена будет мелкозернистая и густая. А это очень сильно повлияет на вкус вашего напитка, на вкус и сладость вашего капучино. Итак, в принципе, процесс взбивания завершен. Вот получилось наше молоко. Но это еще не все. Для того, чтобы вливать его в кофе, необходимо нам молоко с вами правильно перемешать. Смотрите, я держу питчер и перемешиваю молоко и молочную пену. Потому что как только вы остановитесь и процесс остановится, то жидкое тяжелое молоко упадет на дно питчера, а пена останется сверху. Вы будете сначала вливать просто жидкое молоко, а потом в конце у вас останется пенка, которая очень некрасиво упадет на поверхность вашего капучино. Приготовили эспрессо. И сейчас внимательно будем в деталях изучать процесс вливания молока в кофе. Перемешали молоко. Добавили небольшое количество молока в кофе. Перемешали молоко и кофе для того, чтобы повысить сладость готового напитка. И активно вливаем дальше. Влием в одну точку. Если молоко упало туда, еще дополнительно вливаем в эту точку молоко. Останавливаемся, раскачиваем питчер и получаем классический рисунок сердца. С этого рисунка я всем рекомендую начинать готовить капучино. Обратите внимание, сколько сверху должно быть пенки. Молоко и пенка должна быть жидкой. Вот я ее двигаю, видите, она жидкая. Но мелкозернистая. Крупных пузырьков на поверхности вообще нет. Вы можете прекрасно готовить капучино. Спокойно, в домашних условиях. Используя вашу обыкновенную бытовую кофеварку. Вы, кстати, спрашивали, зачем заморачиваться. Да для того, чтобы ваш капучино был очень вкусным. Я попробую. Вкуснятина. А вы знали, что капучино нужно дегустировать определенным образом. Хотите знать как? Подпишись. В следующей части я расскажу.